Ну что, друзья, наконец-то я подъебетил баги, наконец-то у нас 30 законных фпс, то есть 40-40 фпс мы выжимаем, раньше было 20 фпс, можете посмотреть мои старые первые ролики по Pale World, там вот эти 20 фпс, которые мозолят и вам, и мне глаза. У нас теперь картинка, картинка, конечно, так себе, но, честно говоря, зато не лагает, зато если сейчас мы будем вот эту штуку атаковать, ну-ка, сына-ка, все. Давайте посмотрим, а если я кого-то атакую, заклинания, по-моему, работают хорошо, стоять боятся, да, то есть никаких лагов, бег плавный, картинка изящная и так далее. Также не забывайте, что это пока что бета-альфа-версия, естественно, она по-априори лагучая и багучая, в следующих версиях будет больше фпс, погнали. Первым делом открываем вашу библиотеку Steam, находим Pale World, правой кнопкой мышки клацаем, нажимаем «Свойства», установленные файлы, открыть установлен файл, открывается папка с игрой, здесь папка PAL, открываем ее, комбайнерс, win64, находим экзофайл, вот он, голубого цвета, правой кнопкой мышки «Свойства», совместимость, включаем, запретить полноэкранную оптимизацию, нажимаем «Change High DPI», здесь активировать, выбрать application, первое в этом списке, нажать «Ок», применить здесь, «Ок», закрыть все эти окна, дальше нажимаем «Настройки» вашего Windows, заходим, напишем «Игра», «Игровые настройки», здесь «Включить игровые настройки», вот оно, «Вернуться домой», дальше «Персонализация», дальше «Цвета», дальше «Отключить полупрозрачные цвета» у вас немножко скорость ускорится, может менюшки станут полностью сплошным цветом обладать, а не прозрачные. Дальше, возвращаемся в главное меню «Система», в системе, находим внизу «Графические настройки», в «Графических настройках» нажимаем «Брауз» и выбираем вариант «Дископные приложения», «Просмотр», дальше, отправляемся примерно по этому адресу, Steam может быть установлен где угодно, найдите папку Steam, вот что самое главное в этой истории, а дальше вы найдете вот это «Steam Applications», «Common», «PaleWorld», «PAL», «Baneus», «Win64», я наверное скопировал в описании под видео, дальше, находим вот это «PaleWorld», «Win64», «Chipping.exe» и нажимаем кнопочку «Добавить», собственно говоря, в этом списке я уже его добавил, после этого находим «PAL» в этом списке, левой кнопкой мышки класса, выбираем «Настройки», в настройках у вас будет этот вариант по умолчанию, вам нужна «Высокая производительность», дальше здесь есть несколько вариантов GPU, по умолчанию, если у вас одна графическая карта, будет указана одна графическая карта, нажимаете кнопочку «Сохранить», проверяем, высокие настройки, высокая производительность, как говорится, дальше возвращаемся в «Приватность», «Фоновые приложения», просто отключите, по умолчанию не включены, вам нужно их отключить, как видите, здесь нафиг не нужны вещи, типа «Майнкрафта», «Запись голоса», «Калькулятор», «Картана» и прочая чепуха, у всех так, это нормально, но нам это не поможет. Дальше, заходим в «Систему», заходим в «Настройки о системе», здесь «Фиг», я вам покажу, что у меня тут интересного есть, продвинутые системные настройки, где-то вот так, дальше, в «Продвинутых настройках» находите «Настройки», здесь выбираете вариант для быстрого оптимизации, и вы отключили все, я советую оставить вот эти кнопочки, показывать меню, когда оно двигается, обязательно смягчить округление шрифтов, без них выглядит как полное КГ, смягчение скроллов и, наверное, анимацию окон, когда их минимизирую или максимизирую. Нажимаем «Apple», то есть я ставил эффекты, без которых, ну, совсем картинка вырвиглазная. Дальше все выглядит так, словно бы это Windows 90, как же называется, Windows XP, вот все, совсем уж примитивно, но зато мы получим Boost FPS. Отправляемся в главное меню, здесь скроллим вниз, находим «Систему», нет, где это «Вниз», а, вот «Windows Система», здесь находим «Run», открывается консолька, в консоль пишем команду «mcconfig», можно большими, по-моему, без разницы, да, сработало. Дальше, раздел «Загрузки», «Boot» находим здесь, «Продвинутые загрузки», здесь количество процессоров, столько, сколько у вас есть, нажимаем на кнопочку «Ок» здесь, количество процессов 24, «Ок», дальше в разделе «Сервисы», нажимаем «Скрыть себе», «Microsoft сервисы», дальше просто тупо отключаем все, что нам не нравится в этом списке. В первую очередь все, что связано с Google, потому что Google живет ресурсов как не в себя. «Overwolf», «Steam Launcher», «NVIDIA», «Зачем мне это», «Hanfivic» какой-то, «Google Updator», «Зачем мне все это», «Читы», «NVIDIA», который на дух не переношу, «Electronic Art». Мы добрались уже наконец до игры, теперь мы заходим в «Настройки», «Графика». В «Настройки» «Графика» выбираем режим «Окна», здесь «Resolution» ваш, тот, который вы любите. Максимальный FPS можно не ограничивать, но мой совет, поставьте 60 FPS. 60 FPS – это гладкая картинка, присущая моим видосам на канале и так далее. «Synchronize» отключить, «Motion Blur» отключить, «Antinolize» отличить, все остальное – «Medium». «View Distance» не знаю, вообще обычно лучше ставить «High», без него тяжеловато играть, но я играю в «Single» и можно поставить «Medium». Все, дальше «Field of View» максимум, «Camera Shake», «Тряска камеры» вот это отключить и, соответственно, вот это лучше оставить и не трогать. Все, сохранить и закрыть, поехали пробовать. Давайте в «Основной мир» зайдем. Ну, что я должен вам сказать. Конечно, 40 FPS – это не 20 FPS, но и не 60. А, и еще, я обратил внимание, никаких фризов, багов, лагов. О, привет! Смотрите, 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 это «Альфа Пал». Включительный магазин аккаунтов, включей «Героншоп.ру», в котором есть дешевые «Палу Ворлд», «Тирая», «Валхейм», «Стадию Воли», «Майнкрафт» и сотни стимовских игр с дешевленностями в стиме. Конечно же, все отзывы от настоящих покупателей, возможность приема платежей чем угодно, ну и так далее по списку. Там же постоянно обновляется ассортимент и появляются все новые и новые опции, помогающие вам лучше обходить санкции. Можно пополнить счет в стимовском, ваш счет в стиме через посредников. Это классно, клево, интересно. Купить игру, которую вам игра в стим не хочет продавать напрямую. Купите у посредников, активируйте, играйте как обычно. Ну и так далее, и так далее, и так далее. Все ссылки в описании жду вас там. Не забывайте, что на «Геронкрафте» теперь есть раздел «ИДПЛ Ворлда», в том числе, потому что… Здравствуйте! «Геронкрафт» – это большой сайт, где много всего интересного. Все ссылки в описании жду.